Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение и я Евгений Монрохович. Сегодня в физкультурно-оздоровитом центре Полесь-Арена наша «Жемчужная Полесья» в товарищеском поединке принимает «Жлобинскую искру». 27 декабря наша команда проводила последний матч 2023 года. И так как волю календаря тур чемпионата страны «Жемчужная Полесья» пропускала, тренинский штаб Мозорской дружины решил сыграть товарищеский поединок «Жлобинской искрой». Командой, набирающей силу по всей вероятности в следующем сезоне представительницы элиты республиканского клубного волейбола. Мы сейчас на начале большого пути. У нас есть определенные планы, цели, которые будут достигнуты. И я думаю, что вы это увидите. И они большие. Я думаю, что все у нас будет хорошо. И волейбол в «Жлобине» был популярен. А сейчас, конечно же, он набирает оборот, так как есть уже свои определенные звезды, к которым стремятся более юные спортсмены. Приятно, что появляется еще одна сильная команда. И наряду с «Жемчужной Полесьей» от Гомельской области в группе А высшей лиги будет выступать и «Жлобинская искра», что здорово для развития волейбола в регионе. Или наша очаровательная собеседница конкуренцию не воспринимает как благо? Нет. Конкуренция – это хорошо. Спорт без конкуренции не может существовать. Для нас «Жемчужная Полесья» уже более близкая команда. Рядом с нами. Мы в одной области. И команда нам сейчас интересна с дивизиона А, чтобы проверить свои силы и дальше двигаться к своим целям. Что до игры, то напомню ее товарищеский статус. Хотя это было видно по форме. Особенно команда гостей. Впрочем, не номер, а манера игры лучше всего характеризует волейболисток. И разве можно спутать разящий удар Яна Саматашенко, которая под фамилией «Русак» выступала за «Жемчужную Полесья» в сезонах 2017-2018 и 2019-2020? Или не узнать Надежду Тишкову, ключевую атакующую волейболистку «Искры» и сразу скажем, что набрала Надя в этом матче 32 очка. Гроссмейстерский показатель. Правда, тому способствовало количество партий. Тренинские штабы договорились провести четыре обязательных волейбольных сеты. Но все же Тишкова хороша. И не глядя на свой не самый высокий рост, это воспитанница жлобинского спорта в иных игровых моментах. Словно искорка озаряла собой все вокруг. Что до наших «Жемчужин», то отметив отсутствие по выжитной причине одной из наших ведущих нападающих, Ольга Лазицкая с удовольствием заметим, что полесьская дружина набирала обороты по ходу матча. И после относительного равенства в первой части старта волейбольного сета 8-7, был счет первой результативной отметки «Жемчужна Полесья» по мере развития партии только увеличивала преимущество. Лихие атаки Кати Чеховских, которая, кстати, набрала в этой встрече 9 очков, и, по сути дела, провела лучшую для себя игру текущего сезона. Наш блок, который зачастую выстраивался с участием дирижера «Жемчужных атак» пасующей капитана Наташи Гончаровой. И Нина Галах, которая все увереннее чувствует себя на площадке, постепенно забоевывая авторитет одного из лидеров женской профессиональной волейбольной команды «Мозорского» нефтеперабатывающего завода. Ну и Настя Павлюк, она прямо с подачи бабала ставила в довольно затруднительное положение своих соперниц. Да, после этого эйса счет стал 17-13 в пользу хозяйки физкультурно-оздоровительного центра Полесья Арина. Тут еще одно очко приходит на жемчужный баланс, и главный тренер «Искры» Олег Владимирович Абраменко берет тайм-аут, явно недовольный характером поединка. В последующем, не глядя на отдельные удачи злобинской волейбольной дружины, как в этом случае, когда Надя Тишкова заработала свое очередное очко, наша команда не теряла инициативу и шла к победе, попутно реализовывая тренерские задания, пробуя, по всей вероятности, всевозможные тактические варианты, на радость болельщикам. А их на сей раз было не так много, как это обычно бывает на официальных матчах Мазарианок. Видимо, сказался товарищеский статус встречи. Хотя, знатоки волейбола, не сомневаемся, в следующий раз заполнят трибуны физкультурно-оздоровительного центра Полесья Арена и на товарищеских встречах жемчужных волейболисток, ведь право, игра нашей команды становится все привлекательней, ярче, эффективней. Вот так ошибка команды гостей завершилась первая партия 25-17. Победа жемчуж на Полесье. И после небольшого перерыва второй волейбольный сет. Вторая партия еще четче обозначила преимущество подопечных Петра Владимировича Пархимчика, которых первые результативные отметки подошли с двукратным перевесом в счете 8-4, несмотря на успехи Искора, которые, конечно же, были. Вот еще момент. Результативно атаковала, кстати, дочь главного тренера Ольга Абраменко. Ну, вот ответ от Анастасии Павлю, которая атакует не только сильно, но и тонко. Хотя любителям разящих атак тоже было на что посмотреть. Связка Гончарова-Комарова становится одной из самых опасных, для соперниц в республиканском клубном волейболе. Да, в этой партии случился интересный эпизод, когда наставник Искры взял два тайм-аута подряд, решив, видимо, провести с подопечными полномасштабное совещание, дабы те не забывали про цели и задачи, которые перед ними поставлены. Но не глядя на все наставления, наша команда продолжала сокрушать оппонента. Тут отличилось и не на галах. Вот так, например, наша центральная нападающая завершала трехкадовку Чеховский-Гончарова-Комарова, и счет становился 16-10. Разница в шесть очков сохранилась и к следующей результативной отметке 21-15. Тогда со стороны обеих команд были интересны завершения розыгрышей. У нас, к примеру, выделим сей блок Насте Павлюк, который помогала Екатерине Чеховских. Или вот, прием я на галах, передача Натальи Гончаровой и отыгрыш от блока, все той же Чеховских. А вот так второй волейбольный сет завершился. Защита Дианы Миткевич, пас Наташи Гончаровой и точный удар в первую зону Искры Насте Павлюк. 25-16-2-0. После чего наш тренерский штаб решил видоизменить состав. И на площадку вышли Ксения Муравьева, Лия Захаркевич, Катя Христенко и у тезка Ротного, которая приняла дирижерскую палочку от своего капитана. И надо сказать, что вошла в игру воспитанница с Дюшор Мозорского нефтепроводящего завода здорово. Конечно, гостям стало немножко попроще, ведь на скамейку сели важные для «Жемчужной полиции» игроки. Но и они, наши «Жемчужные надежды», сохранили победный ход. И вот прием прекрасно сыгравшей в тот день Катя Христенко дали хорошей передачи еще одной Кате Ротновой и завершение от Лии Захаркевич. Браво! Здесь отыгрывается от блока Ксения Муравьева, восстановившаяся после травмы и набирающая надлежащую спортивную форму. Тут надежен блок, сооруженный Лии Захаркевич и Ксении Муравьевой. А здесь эффективная атака Яны Галлахи. Кстати, тогда наша команда вышла вперед 12-11. Правда, следом получился искрящий ответ от Нади Тишковой 12-12. А после наша дружина предприняла рывок, который оказался решающим для определения победителя в третьем волейбольном сете. Екатерина Ротнова, сориентировавшаяся у сетки. Эйс от Лии Захаркевич. Блок от Яны Комаровой и Кати Ротновой. Комарова Яна и чувство, что и третья партия матча будет за «Жемчужной Полесье». Конечно, случались и хорошие эпизоды у «Искры». Не зря же эта команда возглавляет второй поселный дивизион отечественного клубного волейбола. Но «Жемчужная Полесье» команда высшей лиги группы А. Все же более высококлассная дружина, что она и доказала в концовке партии. 25-22-3-0. Но, как мы уже говорили ранее, было решено сыграть четыре обязательных волейбольных сета. Вернулась на площадку Настя Дордали, тезка Павлюк, Катя Чеховских. Вступала в игру Диана Миткевич. Ну а соперницы они очень хотели оставить за собой хотя бы один сет. Ну и по ходу партии и инициативой все же владели волейболистки Мозорского нефтепрорабатывающего завода. Однако «Жлобинская Искра» была очень близка к победе в четвертом волейбольном периоде. Как уже было сказано, вначале все шло хорошо для команды хозяев. 8-5, 16-12, 21-19. Вот некоторые эпизоды той поры. Хорошее завершение от Насти Павлюк, набравшей в тот день 10 баллов. Успех команда гостей. Прекрасный блок Ли Захаркевич. И удачная атака команды в черной форме. Ну и концовка, когда после ошибки Искорки счет стал 24-22. Наша команда должна была забоевать только одну очко, дабы оставить за собой и четвертую партию, но не самая лучшая подача. И разница в счете минимальная. Далее не получается атакой цифры на табло 24-24. Игра перешла, как это говорят, на больше-меньше. Ведь, как известно, для победы волейбольной партии нужно преимущество в два очка. Надежда Тишкова и уже сетбол имеет «Жлобин», после чего последовал наш тайм-аут. Я на галах и 25-25. После подачи Ли Захаркевич и ошибки Искорки 26-25. Сложный и точный удар Надежды Тишковой равенством. Снова хорошая игра лидера «Жлобинской дружины» выводит вперед гостей. 26-27. Еще один тайм-аут у нашей команды, который очень хотелось красиво завершить матч с нетипичным для волейбола счетом 4-0. Казалось, неотразимый удар Надежды Тишковой, но все же мяч остается в игре. И в итоге 27-27. Снова Тишкова 27-28. Я на галах, самая результативная волейболистка нашей команды в этом матче. 12 очков, 28-28. Не точная атака Тишковой, которая завершала в концовке все атаки Искры. 29-28 в нашу пользу. Еще один, и сразу скажем, последний успех неутомимой Наде, которая, правда, не сильно, а хитро отправила мяч на сторону площадки. Равенство. Ошибка на подаче и 30-29. Наконец, подача Анастасия Павлюк. Прием соперниц передачи, естественно, на Тишкову. И Надя на сей раз промахнулась, хотя эта девочка, безусловно, душа и сердце Жлобинской Искры, которая, думаю, получила отличный игровой опыт тот день. Ну, это было для нас полезно, потому что, ну, в следующем году мы решаем играть в визионе А, и для нас это, как бы, полезно сейчас. Опыт набираться. Ну, сегодня, думаю, не получилось, наверное, с приемом, именно, с подачи. Но получилось, ну, вот нападение, в принципе, было неплохое. Ну, именно с четвертой зоны. Аннушка набрала в этом матче 6 очков. И, учитывая ее возраст, 2009 года рождения, можно предположить, что Цоник – будущее Жлобинского волейбола, как и Алиса Елистратова, девочка 2008 года рождения, не отметившаяся в матче с «Жемчужной Полесье», но, безусловно, способна добиться многого в спорте и, как нам кажется, желающая построить успешную профессиональную карьеру. Конечно, хочу играть профессионально, на профессиональном уровне. Думаю, нам нужно занять первое место в группе «Б» и на следующий год пойти в группу «А». Настоящий взлет женского волейбола в Жлобине связан в первую очередь с Алик Владимировичем Абраменко, главным тренером волейбольной команды «Искра», которая на сегодняшний день лидирует в турнире «Дружин высшей лиги» группа «Б». Соперник мы понимали, ехали к команде группы «А», понимали, что будет непросто, ставили определенные задачи, не все получилось, могу сказать, даже я бы сказал, что слишком много не получилось, но четко вижу, куда нужно работать и будем делать работу над ошибками. Ставил ли Олег Владимирович перед своей командой задачу все непременно победить в этом сезоне во втором по классу дивизионе отечественного клубного волейбола? Ну вот прям задачу, такое вот первое место занять никто не ставил, быть в тройке лидеров, озвучивалась задача, пока получается перевыполнять ее, ну посмотрим, как дальше будут развиваться события. Что до нашей команды, то она тоже сыграла полезный и яркий матч, в котором хорошо проявили себя наши лидеры. Потянулась молодежь, словом не зря состоялся, это товарищеский поединок с Жлобинской искрой. Победа – это всегда приятно, поэтому для меня сегодняшняя победа была обязательной, потому что впереди идет Новый год, нужно как-то поздравить и болельщиков, неважно, что это товарищеский матч, и руководство, и самим как-то поднять настроение, поэтому я очень рада, что мы выиграли и ждала эту победу. Подчеркнем, что эта победа была добыта без Ольги Лазицкой, одного из лидеров наших атак, но, как выяснилось, хорошее командное взаимодействие может нивелировать отсутствие даже столь опытной волейболистки. Ну, конечно, с каждой тренировкой, с каждым днем мы растем. Мы прогрессируем и внутрикомандно, и на площадке мы более сплоченные, поэтому я думаю, что пройдет время, еще, думаю, немножко, я надеюсь, и мы будем показывать совсем другие результаты. Результаты самые лучшие, все непременно будут, ведь посмотрите только, какая у нас замечательная молодежь. Игра мне понравилась, нам дали возможность второму составу выйти, проявить себя. Я считаю, что я себя проявила достаточно хорошо, уверенно вышла, сделала свою работу. Я считаю, что такие товарищеские матчи очень важны, когда у нас будет долгий такой перерыв, перед Новым годом, праздники, все дела, и это очень хорошо. Екатерина Христенко, как и ее тезка Ротова, провела лучший матч сезона, и думаем, дальше будет только лучше у наших талантливых воспитанниц. Специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва «Жемчужная Полисия». В этом матче я считаю, что я сыграла неплохо, я старалась, была на позитиве, была заряжена, хотела очень помочь команде, и считаю, что у меня получилось это сделать. Конечно, каждый матч для меня это какая-то эмоция, я каждый раз выхожу с каким-то позитивом, зарядом, потому что это мое любимое дело. Ну и в продолжении серии интервью Екатерин Чеховских. Перед каждой игрой наш тренер дает установку, которую мы стараемся придерживаться и выполнять. Сегодняшняя игра, я думаю, показала, что мы выполнили все условия тренера и победили. Катя, к слову, волейболистка 2005 года рождения, а наша следующая собеседница – спортсменка 15 лет, для которой 2023 год был довольно успешным. Ну, 2023 год был для меня очень хороший, так как мы выиграли игры страны СНГ. От 2024 года жду как и титулов, так и хорошие свои игры. Ну, а что скажет про прошедший матч главный тренер «Жемчужной Полисия» Петр Владимирович Пархимчик? Доволен ли он игрой подопечных, среди которых, напомним, на сей раз не было Ольги Лазицкой? Ну да, сегодня не было Ольги Лазицкой на площадке, у нее заболел ребенок, вот она на больничном. Но, как бы, задача ставилась такая, чтобы остальные игроки проявили характер, вот, и, как бы, с этой задачкой они справились, я считаю. Также задача ставилась подача приема, то есть усилить свою подачу. Ну, практически все игроки, скажем так, подачу свою усилили. Ну, как бы, и за счет этого нам, и, как бы, игра получилась такая, можно сказать, первая-вторая партия, особенно, как бы, ну, в таком протекало более, ну, скажем, легком русле. По мере работы в «Жемчужной Полисии» чувствует ли Петр Владимирович, что игроки все лучше понимают его требования. Тот волейбол, который принесет нашей команде победы. Да, я вижу, что девчонки заряжены на позитив, на работоспособность, скажем так, и работают с удовольствием. Чувствую, что команда становится сплоченнее, начинает выполнять тактические действия, особенно, вот, мы работаем на блоке, чтобы закрывали шестую зону на тройном блоке, работали его. Также на забежку, чтобы помогали, бежали тоже двойным блоком, то, чего, скажем так, не было ранее. Ну, и по традиции, во время новогодних праздников – поздравления. Хочу поздравить с наступившим Новым годом мазырян, также болельщиков, а также всех причастных к волейболу, к волейбольной команде. Хочу пожелать крепкого здоровья, любви, чтобы все мечты сбывались, душевного равновесия и всех благ. От игроков, как и положено, поздравления от капитана команды. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать успехов, удачи, процветания, ну и новых побед нашей команде. И спасибо нашим болельщикам, что поддерживают нас во всем всегда. Уже на протяжении многих лет волейбольная команда «Жемчужная Полесья» соблюдает эту добрую традицию новогодних поздравлений в адрес своих дорогих и любимых болельщиков. Хочется поздравить с наступившим Новым годом всех болельщиков, коллег и всех людей, причастных к спорту, к нашей команде. Хочется поблагодарить за работу, сделанную посильную в прошедшем году. Каждый внес свой вклад в развитие команды, в ее работу, в каждодневный труд. Много скрывается за кулисами работы, которая не видна зрителям. Хочется пожелать всем новых ярких побед, положительных эмоций, каждодневных улыбок, веселья, счастья, здоровья. И, конечно же, «Жемчужина Полесья» в новом году постарается вас радовать яркой игрой и победами. Поздравления! Пересоединяемся и мы, коллектив передачи «Волейбольное обозрение». И мы, в свою очередь, тоже вас, дорогие болельщики, постараемся радовать. С наступившим Новым годом! Счастья вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин